По итогам 8 месяцев мы закончили строительство всех дорожных объектов. Вот это главное. Причем мы закончили со сроками, с опережающими сроками. У нас задача была именно к сентябрю закончить. Почему? Потому что у нас в году всегда два таких времени тяжелых по дорожной ситуации. Это сентябрь, конец августа, сентябрь, когда люди возвращаются из отпусков, и Новый год. Поэтому была задача поставлена к концу августа, то есть к началу сентября, закончить все крупные дорожные объекты. Вот все, что у нас было запланировано на ввод этого года, мы все практически сдаем. У нас единственное, Алабяно-Балтийский тоннель не получился в полном варианте, хотя у нас по контракту до конца года мы его запустим. Но мы все равно, оценив ситуацию, решили запустить хотя бы три полосы, потому что для этого района он имеет очень серьезное стратегическое значение. — Можно уточнить, что по дорожному объекту вы сказали, что когда вы выступали, вы сказали про четыре улетных магистрали, названия. И, как я понимаю, они сданы только в основном ходе, а не в полном исполнении. — Значит, они сданы полностью, дорожная часть, то есть никаких нет ограничений по движению основного хода, сданы все запланированные эстакады, сданы все запланированные развязки, все туннели сданы. Сейчас у нас кое-где на некоторых объектах осталось закончить благоустройство. Сейчас мы благоустройство заканчиваем и все. А так для дорожного движения никаких задержек нет по всем сданным магистралям. И вот я хотел бы еще в пользу случаем по Лобяно-Балтийскому тоннелю пояснить. У нас какая-то ходит такая информация, что там будет 12 полос. Там не будет 12 полос. Я совершенно точно говорю, что сегодня у нас будет 6 полос по основному ходу тоннеля. Когда мы запустим вторую часть тоннеля, мы приняли решение беспрецедентное, что там пойдет общественный транспорт. То есть мы одну полосу отдадим под общественный транспорт. А вдоль движения, значит, вот это так называемое северо-западное хорда, у нас будет по одной-две полосы для передвижения между микрорайонами. То есть там будет небольшой трафик, и основной ход будет идти по тем полосам, которые существуют, 6 основных. То есть у нас будет 6 основных, и плюс еще местами где-то 2, где-то еще одна полоса дополнительная. Поэтому не будет там никаких 12-полосного движения, о котором все люди беспокоятся. Ну, говорили каких-то решений, которые позволят отойти немного отжилки? Мы просто количество полос сокращаем для дополнительных дублеров. То есть основное движение будет идти по основной трассе, а это 6 полос. А на сколько будет планировать идти вот эту трассу? Ну, в среднем посчитайте, что одна полоса с дополнительным строительством, это где-то 3,75 плюс еще полтора метра, ну, грубо говоря, на 4-5 метров, а местами где-то на 7-8 метров. Поэтому мы этот проект серьезно достаточно посмотрели, где-то его вот сейчас переделаем, и к моменту запуска уже второй части тоннеля эти все решения будут воплощены в жизнь. Марат Шлифович, мальчик сказал, не торопиться с сдачей метро в Жулебино, не превращивать каким-то датам. А на сколько там еще работ осталось? По Жулебино у нас ситуация такая. Строительная готовность полностью этой линии готова. Более того, туда даже прошел поезд. У нас вообще по правилам, после того, когда строительная готовность объекта завершена, месяц должна проходить обкатка. Значит, месяц должна проходить обкатка, поезда ходят пустые, налаживают всю систему работы. Поэтому я думаю, что мы месяц еще будем заниматься обкаткой, доведем все до конца. Но вот сейчас мы с мэром планируем посетить этот объект вместе с жителем, чтобы видеть, что объект практически готов. Но и в течение месяца, я думаю, что завершив всю обкатку и пуск-наладку, мы уже пустим его в штатном режиме. А по котельникам там как? По котельникам все зависит от утверждения проекта планировки Московской области. Как только они утвердят проект планировки, мы считаем, что максимум за 6-8 месяцев мы можем этот объект сдать в эксплуатацию, продление от Жулебина до котельников. Мы сейчас в рамках подготовки к пуску метро Жулебина-Выхина сделали хороший объем благоустройства, сделали возможность подъезда туда общественного транспорта. Мы считаем, что будет очень хороший объект. В интернете, в блогах, в сетях обсуждалась тема, что там произошло какое-то ЧП с забулом, просадка, даже были фотографии еще в июле при строительстве линии. Можно комментарии? Вы знаете, когда мы строим одновременно когда мы строим одновременно десятки километров метро, на каждом объекте возникают какие-то нестандартные ситуации. Я поясню, что у нас фактически большое количество подземных вод в Москве, поэтому при прохождении этого тоннеля в одном месте такая нештатная ситуация была. Это обычное явление, здесь нет никакой трагедии, это происходит регулярно практически на всех строительских объектах. Мы в силу этого нештатного ситуации, нам практически удалось ликвидировать. Из-за этого у нас где-то произошла вот эта сдвижка на один месяц. Мы могли бы и сейчас ее пустить, но мэром поставлена задача все-таки полностью провести все испытания, всю пуску, наладку и в штатном режиме запустить этот объект. А так готовность, она была такая очень... Она готовность очень высокая, сегодня мы ее увидим. Спасибо. Вы сказали, что 20 черток сейчас работают. Это максимальный показатель? Будет ли он лично в этом как-то? Значит, это вообще максимальный показатель за всю историю. 8 счетов максимум работало на всех строительских объектах. Сегодня у нас уже работает 20, до конца года планируем еще 4. То есть мы по энерго-насыщенности тоннелей проходческого комплекса вышли на первые позиции в мире. Ну, я, если вы слышали мой доклад, 17 тысяч метров пробурено под землей тоннелев вот за эти 8 месяцев. 17 тысяч метров. Марс Юрьевич, а нет ли решения вот по тому полигону возле станции метро в Некрасовке, где началось строительство, но жители, так сказать, спрашивают, что будет все-таки в итоге с этим мусорным полигоном? У нас есть несколько вариантов развития по данному полигону. Значит, сейчас подготовлен проект, сделав так называемый глиняный замок, то есть полностью его сделать оболовку и провести в соответствии. Мировая практика таких проектов и есть. Мы сейчас готовим проект. Глиняный замок? Ну, полностью его обсыпается глиной, обсыпается этот свалка, делается глиной, она как бы изолируется от внешнего мира. И такой горой не остается? Да, и на ней можно будет сделать горку, например, для катания на лыжах. Сейчас мы разные варианты рассматриваем. Можно по жилищному строительству, вы не сказали, у вас там просто написано, что 1,4 миллиона квадратных метров за 8 месяцев построено, можно сказать, сколько из них по бюджету. И как все-таки планы к концу года изменятся? Значит, до конца года, совершенно твердо говорю, что будет введено около 3 миллионов квадратных метров. Запланированные за бюджет 678 тысяч квадратных метров будут построены. Значит, мы развернули стройку фактически на всех проектах, даже инвестиционных, по переселению сносимых домов. То есть сегодня у нас, если долго была проблема, мы к ряду проектов не приступали, потому что были проекты за инвесторами. Мы практически со всеми договорились, где-то через суд, где-то мировые соглашения заключили и на все эти проекты вышли строить жилье. Поэтому у нас никакого сомнений нет. В этом году 678, за следующий год более 700 тысяч квадратных метров. Но и в целом мы планируем программу переселения из ветхих домов сносимых серий в основном закончим в 2015 году. Марк Сергеевич, а вот на Выхино плоскостной ТПУ сейчас начали строить, он там может остаться плоскостной? Нет, на Выхино будет капитальное ТПУ. Значит, сейчас пока делается временно плоскостной для того, чтобы удобство создать, чтобы сейчас это работало как ТПУ. А так вообще, насколько я знаю, там компания РВ Метро, это дочка российских железнодорожных вокзалов, она ведет проектирование капитального ТПУ. Когда планируется возобновить строительство развязки у Белорусского вокзала? Мы фактически проводим конкурс в этом году и где-то в ноябре, наверное, уже приступим к строительству. Мы выполнили часть этапа работ по перекладке инженерных коммуникаций. Вы видите, что там приведена площадь в порядок, все инженерные коммуникации переложены. То есть первый этап строительства, подготовки территории закончен. Непосредственно на стройку выйдем в конце этого года. И надеемся, что за два года этот проект уже закончим. Вообще, мы сейчас, мэром поставлена задача более двух объектов, более двух лет объектов в городе не строить, за исключением уникальных и особо сложных. А Тверскую куда-то перекапать? Мы не будем там перекапывать Тверскую. Мы в тех габаритах стройка нам... Я еще раз подчеркиваю, я в своем выступлении сказал, мы любое транспортное строительство сегодня проводим таким образом, чтобы сохранить полосность движения. Поэтому мы строим дополнительные дороги, дополнительные объезды для того, чтобы на время стройки не ухудшать трафик движения. Поэтому по Белорусскому вокзалу также у нас по проекту организации движения запланирована стройка таким образом, что Тверская основной ход, он не будет затрагиваться, но и мы сделаем так, чтобы и соседние улицы тоже минимально ограничивать.